И всем привет ребят, с вами Мистер Ваньки, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас начинается ивент, посвященный Дню Космонавтики, а также вместе с ним появляется замечательное, а может и не совсем замечательное обновление, которое у нас перебалансировывает два корпуса, а именно Харька и Диктатора. При этом появляется новый эффект дополнительный овердрайва на Харьке и на Диктаторе, соответственно. И сегодня мы записываем игровой видеоролик, посвященный тесту Харька, я еще не заходил в бой. Я не знаю, не представляю себе, что представляет вообще сам этот корпус, что он будет творить с овердрайвом сейчас, но готов уже для вас его протестировать и протестировать его со смокой, с автопушкой. Ведь именно эта пушка в последнее время показывает себя максимально жестко. Я думаю, что эта комбинация может принести довольно большое количество очков, ну и заодно посмотреть, насколько сильно будет влиять этот крит урон, когда я буду прожимать овердрайв. И эти 7 секунд, если я не ошибаюсь, будут работать с полным критом по любому противнику, плюс с пробитием. Короче, ну это просто мясо, которое я должен уничтожать просто в соляндрочку. Поэтому я одеваю Хоря Смаку. По дрону очень сильно сейчас подумаю, что мне лучше взять бустер или защитник. Давайте лучше возьмем бустер. Будет немножечко порискованней, но в общем и целом я думаю, что это будет окупаться моя дополнительная ДДшка. Это мой дополнительный урон. И ко всему прочему, по режиму мы пойдем потестим сегодня осадочку и потестим контроль точек. Я думаю, что эти два режима, там где Титанчики прожимают куполишки, там где Хоречек может это все дело законтрить. Ну и ко всему прочему, вот этот вот критический урон сейчас должен максимально жестко показывать грамотный и качественный результат. Ну а если вы хотите видеть подобные видеоролики чаще, хотите видеть игровые тематики, то обязательно поддерживайте Данину видеоролик лайком, подписочкой на канал. И новый подобный тематический замечательный видеоролик совсем скоро выйдет. Так, ну что касаемо автопушки, то криты довольно частые, урон с этих критов вы видите, насколько жесткий, да, и это все еще работает без овердрайва. То есть если сейчас у нас пойдет овердрайв и меня не будет здесь чпокать, да, появляется какой-то Гаусс жесткий против с отключением. И, к слову, сегодня Гаусс тоже наконец-таки доработали, перебалансили, что он будет теперь нормальный урончик с плэшом наносить. У меня, к сожалению, на харька нет этого устройства, которое я бы хотел сейчас одеть. Ну ладно, не будем ничего сейчас тогда уж переодевать. Будем пытаться просто выиграть катку. Мы уже, я так понимаю, сейчас будем лететь 0-1 с автопушкой, к слову, я в матчмейкинге тоже давным-давно не играл. Но это определенно повод потестить ее и посмотреть, как ее вообще можно здесь реализовывать эффективно. С мышкой, к слову, тоже. Ну, похоже, я никогда в своей жизни не катал. То есть немножечко где-то, может быть, будут лишние промахи. Но, ладно, не суть важна. Так, ну что, у нас есть овердрайв, у нас есть противники, да. Стоит ли сейчас на них прожать, вот в чем вопрос. Пока, я думаю, что не стоит, да. Пока что они, вот, видите, здесь эффект, конечно, жесткий сработал. У бомбочки тоже теперь. Ну вот, давайте сейчас попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что вообще такое? Это мясо. Это просто мясо. Я вам отвечаю. Это мясная тема. То есть все танки, которые я прожимаю овер. Который просто прожимается овердрайв. Это просто до свидания сразу происходит. Я так понимаю, что еще и за эти киллы, которые я бью, у меня это все идет. Плюс сразу. То есть пробитие, постоянный крит, это просто до свидания. Это очень жестко. Это очень жестко, я вам скажу. Очень, очень жестко. 13 киллов просто как с куста. Дополнительно сразу ДДшечку. И сразу в Роттердамчик. Давай, 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 Титанчик. Хорошо. Давай еще одного. Работаем шикарно. Вообще пятнарик просто. Как с куста пятнарик просто залетает. Овердрайв хотите? Сейчас я как вам дам еще овердрайву сюда. Не. Даю овердрайва? Да, конечно, даю. Нет, не даю. Не даю, не даю. Так, Титанчик сейчас бы куполишечку прожал бы. Я бы ему так опчик овердрайва бы воткнул. И сразу бы накидочку эту профессиональную бы, да. Только под гаусс не подставится. Давай, Титанчик. Не, не будет никакого купола. Нету куполишки. Какой-нибудь куполишечки. Ладно, нет куполишечки. Работаем тогда, значит. Работаем, 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 работаем. Ай-яй-яй-яй. Аптечечку-то не прожал. Но Титанчики почти уничтожил. Неплохо было. Можно было отработать еще пожестче. И овердрайв бы чуть-чуть пограмотнее прожать. Было бы шикарно. Ну ладно. С бустерочком. С мака автопушечка. Автопушечка и так жесткая. С бустерочком она становится еще жестче. А с этим новым хорьком она становится еще жестче. То есть в сумме мы имеем, ну просто лютейшую какую-то имбу. Комбину. И это всего лишь тест. Просто тест. Просто тест хорька. Это возвращение. Это возвращение легендарного корпуса, который решили занерпить. Похоже дело. Ну пока еще конечно не 100% инфа. 70% овердрайва. Конечно катку мы сливаем. Сосем просто как я не знаю кто. Но мы по этому поводу не будем так особо зацепиваться. Говорить что мы отсасываем. Ну отсасываем, отсасываем. Бывает. Но что поделать. То есть такая штука, что не всегда приходится. Есть возможность выигрывать бои. Так, 3-0, 3-0, 3-0. У меня овердрайв есть. Надо чтобы кто-то Титанчик какой-нибудь овердрайвик прожал. Оп, хорошо. Шикарно. Хороший овердрайвик как раз от наших тиммейтов. Так, бомбочка сейчас будет. Бомбочка. Мы сейчас чуть-чуть на откаточки играем. Чуть-чуть на откаточки от бустера. Оп. Дополнительный урончик. Сюда еще какие-то... Ой, хорошо. Как раз Титанчик ей тупол ставит. Сейчас мы ему... Сейчас мы ему покажем. Где... Ой-ой-ой-ой. Нет, мы никому ничего не покажем. Я понял. Ну, а со следующего респа покажем, значит. 5 танков стоит. Как раз готов их просто получать сразу в харечку. Сразу работаем. Сразу. Сразу профессиональную сейчас работу показываю. Давайте даже на расстоянии. Вот так вот даем. Хорошо работаем. 2, 3. Ай, там же купол. Ай, ладно. Давай, давай, давай. Титанчика, Титанчика, Титанчика уработать еще. Но чуть я просрал тайминга. Надо было чуть-чуть шире играть. И сразу в точку залетать. И тогда было бы шикарно. Но 5 минут 25 киллов. Я, конечно, ничего вам не хочу сказать. Но 5 минут 25 киллов это очень сочно. Очень сочно. Очень хорошо. И при том, что это еще катка, где мы особо не контрим точку. И мне особо, ну, как бы не везет, да. Если бы здесь все бы еще складывалось максимально грамотно. То я думаю, что можно было бы здесь иметь бы не 25 киллов к этому моменту. А уже порядка 35. Так, мне бы еще бы один овердрайвик до того, как они захватят точку. У меня 80%. Овер очень быстро копится. Прямо максимально быстро. Мне надо сейчас как-то киллы дать. Как-то киллы вот сюда, наверное. Давайте сюда. Сюда. 90 есть. Надо, надо. Быстрее, быстрее. Пожалуйста, копись. Пожалуйста, копись овер, братик. Пожалуйста. Или я сейчас все просру. Ай-яй-яй, по мне сводка летит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же плохо, что сейчас залетела сводочка. Но. Но. 26 килов. 26 килов. При том, что это досрочка. Слитая катка, где меня респили. Жестко. Давайте контроль точек. Я думаю, что там можно показать еще больше и еще качественнее результат. То есть, по сути, ну, я сыграл свой первый бой. Просто по тесте. Просто посмотрел, как это работает. Сейчас мы залетим. Если там нормальная карта. Если у нас будет неплохая командочка. То можно просто на чпокательный элемент садиться сразу и работать по респу. По грамотному, по красивому. Но карта такая, если, конечно. Шляпа усатая. Ну, ладно. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Может, что-то из этого выйдет. Неплохое. Мне бы желательно... Опять эти гауссы с отключением. Ну, откуда же этих столько гауссов с отключением. Ладно. Не будем отчаиваться. Давайте попробуем найти какую-то позицию. Более неплохую. Да. И там уже от этой позиции пытаться организовывать профессиональную накидку. Вот сюда, например, вот так. Даем. Да. Но мне надо поймать прям вот хорошее количество противника. Прям хорошее количество противника. Чтобы моя эффективность была максимально жесткая. Максимально жесткая. Максимально. Мне надо поймать вот, наверное, точечку D с края и в центр давать. Красиво. Но это тоже сливная катка. Это у нас тоже сливная катка, к сожалению. Но уже видно, что она сливная. И это, конечно, плохо. Но, ладно. Давайте пробуем. Давайте. Вот так даем. Меня уезжают. Гаусс мне еще дает сразу в Роттердамчик. Блин, ну что ж за невезение-то такое. Ну вот мне одну катку попадись в какая-нибудь небольшая средняя карта с нормальным раскладом по тиммейтам. И все. Я покажу, на что способен этот хорек. Это, ну, просто унос кабин всех. Которые только есть в этой игре. Вот так вот даем. Вот так. Хоп. Цик. Цик. Блин, всех бы сейчас еще бы того бы добрал бы. Если бы долетало бы до него. Ай-яй-яй, хорошо. По три полторашечки, да? То есть каждая смока по полторы тысячи летит. Полторы тысячи. То есть если... Это, короче, грубо говоря, это тот же самый викинг. Только с харьком. И еще с большим уроном. Ну вот если так, чисто сравнивать. Вот, например, как вы с викорейцей можете давать. Только здесь с харьком еще дополнительно пробитие эффект даете. И, ну, короче, это просто до свидания. Это просто до свидули. Так, со мной как-то поздороваются. Поздороваемся даже. Молодые ребята, может быть, потом будет видеоролик смотреть. Как я тут насосывал. Так, давайте, работаем, работаем. Ай-яй-яй, к сожалению. К сожалению, к сожалению, не получается. К сожалению, не получается. Так, ну, пока мы еще, кстати, по катке, ну, не так жестко прям насасываем. Может, есть еще шанс на камбэчную. Может, есть еще минимальный шанс на камбэчную. Не овердрафить. Вот знаете, в чем плюс, да? То есть если сравнить, опять же, харька с викингом, да? Здесь овер намного быстрее копится. Ну, прям намного. И плюс он не слетает полностью. То есть, ну, здесь опять, опять харьок возвращается. Ну, что я могу сказать? Ну, просто берут и харьок возвращают. То есть его взяли, занерфили. Все перестали на нем играть. А они говорят, здорово, молодые. Мы возвращаем харьок на прежний уровень. И давайте опять играйте все на харьке и нагибайте на нем. Ну, как-то так это выглядит. Как-то так это выглядит для меня. Поэтому я для себя отлично понимаю, что харьочек, харьочек вернулся. Харьочек просто вернулся. Мне бы сейчас еще бы овер какой-нибудь дать. В большом расстоянии, конечно, не совсем комфортно. Удобно. Давай-ка, язиточка, хп мне организуй. А я вот так вот овердрайву. Ай, к сожалению. К сожалению, меня опять ловят на тайминге. Опять мы проигрываем бой. Но на этом мы не заканчиваем. Потому что это, опять же, сливная катка. И опять же, ну, катка была с досрочкой. И, соответственно, мы берем третий бой. Как заключительный, как самый правильный и самый грамотный. Попадаемся на платошечку. С нулем резиста от смоки. И с игроками, которые, скорее всего, не знают, что я буду здесь творить. Поэтому мы прожимаем сразу бронечку. Видим двух танчиков, которых можно просто вот так вот раз. Ай, второй уехал с прострела. Сейчас бы я ему еще и второму как бы накинул бы красиво. Так, ну давайте, давайте. Накидочку оформляем красивую. Хотя бы вот так вот надо попробовать отреспить одного-второго. Давайте, 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 давайте. Шапка там целится. Урончик не долетает. Не сказать, конечно, что жесткий. Да, там без бустера. Ну так, типа. Стоишь просто, пукаешь, 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 пукаешь. Плюс того, что ты можешь с расстояния давать. Да. Ты можешь просто давать с расстояния. У тебя постоянный крик. То есть это лютейшая имба в этом плане. В этой комбинации, ну, просто получается очень жестко. Притом рассказать, что я смогу, кстати, с автопушкой после этой обновы не тестить. Только слышал, как ребята говорили, что это очень-очень жесткая, тверская темочка. Так, все, у меня есть овердрайв. Работаем, ребяточки, работаем. Видим противника или пока не видим? Пока нет. Пока никого не видим. Но надо сейчас поймать тайминг. Тайминг, 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 тайминг. Ну, например, такое. Работаем. Работаем по таймингу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И, к сожалению, тантерочек меня застойкал. Ну, ладно. Не повезло, не фартануло. Но это был только первый овердрайв. Да, и овердрайв купится максимально быстро. Поэтому мы даем вот так вот сейчас дополнительно с бустерочкой. Респим танчик. И прыгаем. И пытаемся еще накидочку оформить. Дабы быстро овердрайв поднабить. Так, надо точку захватить. Ну, и потом после этой точки, после захватика, кинуть еще пару прыжков. К сожалению, не даем пока что ничего. Ну, и тут тоже не даем. А здесь уже противничек, да, пытается поймать. На чпоканье, да. Хорошо, работаем. Отлично, шикарно. Оп, ддшку добавляю. И крита еще добавляю. Шикарно. Овердрайв есть. Теперь Титан надо, чтобы поставил купол. Но, ну, только не в том месте он должен был поставить купол. Он должен был приехать на точку, поставить его. И я бы ему бы показал бы, что может моя смока. Но я давайте сделаю вот так. Чуть-чуть риска. Чуть-чуть риска, да. Но вроде как прострел есть. Вроде как... А, нет. Он же там купол. Я же не пробил купол. Мы опять ошибочный второй овердрайв подряд. Но немножко, может быть, не доигрываю я вот этот эпизод. Надо было его доигрывать. Но вот сейчас просто... Ай, хотел. Хотел красиво на яйцах вытянуть викинга Магнума. Но чуть-чуть не получилось. Ладно. Ошибаюсь, тороплюсь. Но это только еще даже половина боя не прошло. Я хочу просто как-то эпично, красиво все это дело организовать. Чтобы побольшую накидку оформить. Но пока не получается немножко сделать то, что я хочу. Поэтому продолжаем стараться. Продолжаем накидочку это оформлять. 60%. Овердрайв очень быстро. Ну, прям очень быстро. И плюс он не слетает после прожатия. Это дополнительный плюс. То есть здесь плюсов очень много. Ну и с такой комбинацией так это вообще до свидания. Но я не буду вам говорить, что это имба. Это лютейший имба. Просто лютейший имба. После этого видеоролика вы увидите, как начнут появляться форна-то смоки с автопушкой. Если у вас это есть устройство, обязательно берите, тестите и смотрите, как у вас будет это все дело получаться. Я уверен, что это будет работать очень круто и эффективно. Так, все. Давайте забираем. А, мы выигрываем, да? Ой, 4 танчика респанулось, да? Хорошо. Шикарно. Работаем. Работаем. 4 танчика. Работаем, 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 работаем. 3 унесем. 4-го. Ай, 4-го не успевает. 3 танка просто, просто вот так вот. Хоп. 3 секундочки. Добрый вечер, молодые люди. Уходите на рез. Шикарно. Просто шикарно. И 40% овердрайва осталось. Просто троих респанул, 40% овера осталось. Что может быть лучше? Быстрый корпус. Передвижение максимально четкое. Максимально грамотное. Максимально быстрое. Ты захватываешь точки. Ты контролируешь позиции. Ты накидываешь нереально большой урон. Ну, здесь плюсов просто один за другим. Я даже не знаю, к чему здесь можно было бы придраться. Ну, только что хп не так много. Ну, это, типа, как бы иногда даже плюс. Ты можешь отрезаться и дополнительно бухтерочек еще воткнуть. И еще добавить. Так, ну почему титан ставит там купол где-то сверху? Поставь приедет на точку. Я тебе покажу, как можно у тебя закантыть. Легко. Ставит он там. Где-то нааккуратничать. Знаете, как боится поставить на центральной зоночке, чтобы его не чпокнули. А я бы сейчас ему бы показал бы, как на центре киболом бы прожал бы. Я бы ему как дал бы в этот его замечательный. Раз. Два. Ай, третьего не успел, потому что мне решили малиночку испортить. Но видели, когда просто свертушечки. Хоп, 2 200. Хоп, 2 200. Добавочку еще дополняешь и все. И просто до свидания. Не, ну это очень жестко. Это очень жестко. Прям очень жестко. Оп. Оп. Есть. Еще. Добавки, добавки, добавки. Добавки, добавки. Ай, к сожалению, не добил. Полторы минуты, 23 килла, 500 очков. Катку обязательно надо выиграть. Потому что если мы ее проиграем, я не получу здесь большое количество кристаллов. Поэтому работаем. Накидываем, накидываем. Хорошо, не даем противнику захватить точку. Центральная будет под нашим контролем. Так, переворот. Ой-ой-ой-ой-ой. Автопушка не переворачивается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. К сожалению, очередной аптерочек случается. Так. 75% овера. Одна минута до конца. А полноценно один овердрайв я еще успею здесь прожать. Дополнительно. Даем овер. Ой, овер говорю. Даем бустер. Даем килл. Даем, добавляем. Еще добавляем. У нас точка левая уходит. Ну и надо, чтобы титан наконец-то приехал со своим куполом. Может быть он сейчас рискнет все-таки. Рискнет и приедет. Нет, но он же должен понимать, что его команда начинает проигрывать. Или он думает, что его команда выиграет без него. Ну, ты же должен, титанчик, сейчас проснуться просто. Просто проснуться и такой. Я просыпаюсь и влетаю. Но он просто просыпается и не влетает. А мы начинаем проигрывать катку за 30 сек до конца. Ё-моё, ярык. Ну что это такое? Ну как можно проигрывать этот бой? Ну вы чего? Ну вы чего, ребяточки? Ребяточки. Ну как можно его проигрывать? Точку забираем. 17 секунд. Быстрый, быстрый захват. Центральную контролю. Центральную до конца. Даже овер прожал такой, что аж самому плохо стало. Ай-яй-яй, хорошо. Хорошо, надо быстро, быстро. Хорька. Хопера, хорошо. Респлю. Шикарно. Две под контролем. Две под контролем. Три секунды. Ну, хотя бы одну крутни. Хорошо, ну хоть ничья, ну хоть не проиграли. А то бы сейчас бы проиграли, я бы опять получил бы эти 2000 за катку, где я должен получать. Ну не тройку я должен получать. С такой катки, с победы я должен получать, ну минимум 5. Минимум 5. Потому что, ну, 600 просто. 600, 28 килов. И это всё равно не то, что можно сделать. Можно сделать ещё больше. Если отыграть более грамотно, более качественно. Всё-таки для меня это только первый обзор, первые катки на этом вооружении. Поэтому, друзья, тестим обязательно. Смотрим. Комбинируем. Смотрим. Может быть даже с какими-то другими пушками. Но я чисто решил попробовать. Смакавта пушка. Харёчек. И вот что я увидел, молодые люди. Поэтому, если вам понравился данный видеоролик, обязательно поддерживайте лайком. Подписывайтесь на канал, если ещё вдруг не подписан. Нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать. С вами был Мистер Майников. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.